Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы, она ждет советов от вас. Очень интересна, кстати, такая история. Сейчас поймете, о чем там. Давайте приступим. Здравствуйте, Галя! Давно смотрю ваш канал. Хочу, постараюсь вкратце, поделиться с вами моей историей. Мне 25, родилась, выросла в России. После окончания школы уехала в Баку для поступления в ВУЗ. Азербайджан соседствует с Турцией, поэтому в нашем университете было много турецких студентов, среди которых мне пригнулся один парень. Хочу отметить, что пригнулся он мне не только одной, но и другим девушкам с нашего потока. Высокий, симпатичный, но прям красавчик с турецкого сериала. К моему большому счастью он попал в мою группу. И к концу первого курса мы начали встречаться, и все было у нас хорошо до третьего курса. Красиво ухаживал, говорил приятные слова. Отношения не афишировали, но и не скрывали. Были счастливы, как мне тогда казалось. В то время он жил со своим кузеном в университетской общаге. И однажды от подруги, которая жила в той же общаге, я узнала, что к нему в комнату ходит какая-то девушка. Пару раз она была свидетельницей этого. Так как я была наимна и очень доверяла своему молодому человеку, я решила, что эта девушка приходила к его кузену. Но подруга настаивала на том, что та девушка приходила именно к нему, моему молодому человеку. Когда я спросила у него про эту девушку, он, нисколько не удивившись, ответил мне, что имеет право общаться с кем хочет, и что меня это никак не должно волновать. А самое главное – это то, кому на палец он наденет кольцо и заберет к себе на родину. И чтобы его выбор пал именно на меня, я должна быть примерной девушкой и не позволять себе ничего лишнего. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. В тот же день я нашла эту девушку на фейсбуке и отправила ей запрос. После того, как она меня добавила, я зашла в ее фото и увидела фотографии с моим парнем. Судя по датам, когда на были выставлены первые фото с ним, встречались они около полугода. Был большой скандал, тяжелое расставание, впереди еще полтора года учебы с ним в одной группе. Было трудно, но я сумела все пережить, научилась не обращать на него внимания. И как позже выяснилось, он использовал нас обеих. Я постоянно помогала ему по учебе, а он обхаживал ее в общежитии, готовила она ему и так далее. Короче, хорошо устроился. После окончания учебы он уехал на свою родину, а я осталась там же. Стала устраивать свою жизнь, нашла хорошую работу. И вот уже через два года случайно в кафе встретилась с его кузеном. Немного поговорили, обменялись инстаграмами. Через какое-то время, несколько дней, завязалась переписка. Он писал первым всегда, а вначале общались не каждый день, так изредка. Но после наше общение увеличилось и было обоим ясно, что нас тянуло друг к другу. Начались красивые встречи, свидания. Да, вначале были сомнения, а нужно ли вообще все это начинать, ведь это кузен моего бывшего. Но чувства к нему оказались сильнее моих сомнений. За целый год наших общений ни разу эта тема не была поднята. Хотя я как-то хотела поговорить об этом, но не рискнула. Он тоже не говорит со мной о своем брате. И даже когда тот приехал в Баку по делам, оставался у него на пару дней, я обо всем этом узнала совершенно случайно от наших одногруппников. Что касаемо наших отношений, относится он ко мне очень хорошо. Проявляет заботу, внимание и всегда во всем помогает. Поддерживает, в меру ревнив. Постоянно находимся на связи, часто встречаемся, на подарках не мелочиться. О совестном будущем пока не говорим. Да и родители его не знают о наших отношениях. Я его люблю, по его поступкам вижу, что он тоже неравнодушен ко мне. И хочу верить, что у наших отношений есть будущее. Надеюсь, моя история оказалась для вас интересной. Буду благодарна за какой-либо совет. Спасибо. Я девушке потом пишу, собственно, с чем вопрос-то ко мне заключается. Она мне отвечает. Я переживаю за дальнейшее развитие наших с ним отношений. В данный момент у нас все хорошо, но что если в дальнейшем он не захочет строить со мной семью из-за того, что у меня была связь с его братом? В будущем он планирует возвращение на родину к себе, а это означает, что его брат теперь будет намного ближе. Меня мучают эти сомнения. Может быть, я слишком зациклилась на этом, я не знаю. Но начать с ним об этом разговор, чтобы успокоиться, я не могу. Боюсь конфликта, что это может быть, задеть его как-то может. Не хочу ворошить прошлое. Да и раз он не говорит об этом, то значит, прошлое для него не важно. Прошу, подскажите мне, как быть? Решиться поговорить или же оставить все как есть? Время идет, и в будущем мне хотелось бы новых разочарований. Очень такая интересная тема. Но тут ваши, конечно же, страхи, которые вы сейчас обслуживаете. Проблемы у парня, как правило, я вижу, что нет. Потому что если бы была проблема, он бы с вами, в принципе, не начал общаться. Отношения, если бы эта тема была острая вашего бывшего его родственника, кузена его. Либо он в первые полгода еще поднял эту тему, или в первые 3-4 месяца ваших отношений, он об этом бы как-то упомянул. Тема бы всплыла, если бы его это беспокоило. Но, как вы и сами пишете, беспокоит это не его, а вас. Это в вашей голове проблема. Плюс еще, очень интересно, вы написали, что пока что с родителями не знакомит он меня. Пока что о будущем у нас разговоров нет. Я боюсь, что когда встанет тема серьезного развития отношений с семьей, он найдет причину в этом, и мы расстанемся. Вы просто боитесь, на мой взгляд, повторения проблемы, которая была в отношениях до этого. Вы слишком первому парню, кузену доверяли. Он вас подставил, предал вас. И вы, то есть, обожглись, как там говорится, обожглась на молоке, дую на воду. Или какая-то фраза есть, как-то задал наперед, не помню. В общем, неважно. Вы уже боитесь того, что может произойти. Потому что вы боитесь повтора вот этого стресса, который в вашей жизни происходил за мужчиной. И плюс еще они между собой там родственники. Я считаю, что у парня проблемы нет. Но если для вас это проблема, а для вас это проблема, и вы даже письмо об этом написали, то поговорить стоит хотя бы для того, чтобы вас отпустило. Когда вы это проговорите с ним, вы уже убедитесь, когда он вам скажет, что проблем никаких нет, меня это не волнует. Поэтому я с тобой, елки-палки, успокойся. Тогда вы перестанете себе накручивать, надумывать что-то. Но я хочу акцентировать внимание на том, что у вас вот эти мысли вообще в голову закрались. И обратить внимание на свои хорошие такие типа идеальные отношения с ним, почему он все еще не знакомит вас с родителями, и почему вы не разговариваете о каком-то будущем. С одной стороны, год отношений — это мало. Вы еще, в принципе, вам 25 лет, вы молоды. Но это и не 18-19 лет, когда встречают, там сейчас свадьбы, о чем-то таком развитии отношений, вообще речи не идет. Мне кажется, что в ваших отношениях сейчас не все так гладко, как у вас внутри. Вот это интуитивно вы чувствуете, почему о развитии отношений нет речи. Вы уже себя, может быть, хотите предостеречь и закладываете в голову вот это зерно себе, размышляете на эту тему, развиваете эту тему в своей голове, что «Ой, если будут у нас развить отношения все серьезно, то причиной может…» То есть вы себя готовите к какому-то поражению, к тому, что вас уже отвергнут. Но на самом деле причиной может быть то, что вы по факту видите сейчас, что отношения не развиваются. Я не уверяю, что так и есть. Я говорю о том, что это может быть. Я так вижу, я так предчувствую, может быть, в этом есть проблема. Прямо подумайте, просто поразмышляйте на эту тему. Если вы поразмышляете и поймете, что все в порядке, отношения развиваются, просто у нас там в планах чуть-чуть попозже познакомиться с родителями, у нас там в планах, например, мы через 3-4 месяца куда-то поедем и познакомимся, и все такое прочее, то почему бы и нет, как бы «Окей, вопрос вообще сам с собой снимается». Это просто мои догадки были. Но вам 25 лет, не 20. И вам, естественно, уже подходит время хотеть свадьбу, каких-то серьезных отношений, это нормально. И может быть, у вас подсознательно какое-то сомнение насчет развития этих отношений есть. И вы ищете причину в другом или пытаетесь себя подстраховать, что если отношения разорвутся, не будут они перспективными, в дальнейшем не будут развиваться, то причина вот в этом, в бывшем. Но в самом деле нет. Вот я вам прям зуб даю сейчас, заверяю, что проблемы нет для вашего мужчины, проблемы есть у вас. Если вы уверены в развитии этих отношений, все у вас в порядке и оказалось не права, разговаривайте с ним смело, вас просто отпустит, вы перестанете себе что-то накручивать, не нужны левые мысли. Если вы боитесь начинать разговор, как-то там что-то испортить, ну вы так и будете бояться обслуживать свой страх. Сидите, так дальше бойтесь. Тогда не надо спрашивать советов у кого-то. Знаете почему? Потому что советы вам не нужны. И когда у вас есть вот этот запрос, вы мне написали письмо, это говорит о том, что вы хотите решать эту проблему, ну вам просто страшно. Надо переступать через свой страх, бороться с ним и улучшать свою жизнь, качество своей жизни. Понимаете, каково это жить в тревожности, в догадках, в неудобном таком положении, вы не можете нормально спать, вы об этом периодически думаете, эти мысли приходят вам в голову. Зачем вам это качество жизни нехорошее, неспокойное, тревожное жизнь? Когда вы можете сесть раз, поговорить, и вся эта проблема, тревожность уйдет, и вы можете спокойно спать, и вам в голову эти мысли больше не зайдут. Подумайте о себе, сделайте себя хорошо. Вообще, как начать этот разговор? Очень просто. Надо быть честным. Я, например, дорогой, нам надо с тобой поговорить, ты знаешь, я себя, я, говорите только о себе, о своих эмоциях. Я чувствую себя некомфортно, мне не очень приятно понимать, что у меня были отношения с твоим кузеном. И мне хочется узнать, как ты к этому относишься, беспокоит ли тебя это? Я тебя очень сильно люблю, я не хочу тебя потерять, у меня всё там, например, устраивает наши отношения, я очень рада, что ты есть в моей жизни. Ну, давай как бы один раз навсегда поговорим об этом, и я хочу узнать, так ли для тебя это важно, эта тема, да, является ли для тебя это какой-то проблемой. И, скорее всего, он ответит, что нет, потому что эту тему он вам эту не поднимал, скорее всего, реально этого не беспокоит, ему это неинтересно вообще. Если бы было беспокоило, он бы вам просто в конфликтах об этом упоминал. Будьте просто честны, скажите, меня это беспокоит, я вот испытываю вот такие эмоции, когда об этом думаю. Ну, не говорите о том, что я боюсь, ты меня когда-нибудь кинешь из-за того, что я с твоим братом встречалась. Вот так не надо говорить, не так это делается, окей? Вообще свой страх вот этот, я боюсь тебя потерять, не надо озвучивать. Вообще никогда мужчинам об этом говорить не надо. Мужчина должен думать и чувствовать, быть такой грани и понимать, что когда-то от него могут отказаться, чтобы он, знаете, такую попу свою, как орех, держал, был всегда на стрёме и знал, что оно неверное движение, он может вас потерять. А когда у человека всё масляно, вы ему ещё о своих страхах будете и говорить, что я боюсь тебя потерять, что мы расстанемся. Это вообще карт-блаш человеку. Вы даёте, делай всё, что хочешь, я буду с тобой, буду всё терпеть, пожалуйста, стерплю всё, что угодно. Давай выкобенивайся, выделывайся как только можешь. Всё тебе, карт-блаш в руки, делай, что хочешь вообще. С моей жизнью, со своей, вот нельзя так делать с мужчинами, да? Поэтому вы говорите просто о своих эмоциях. Вы не обманываете, вы просто по-честному. Это наоборот располагает, когда с тобой так разговаривают открыто. Это ещё ближе доверие делает, уменьшает вот эту дистанцию между людьми. Усё любить после этого больше будут. Да и вас отпустят, потому что вы это проговорите и успокоитесь. Вот и всё. Девочки, пишите свои комментарии под видео, советы давайте, как себя поступить. Вы бы на её месте заговорили об этом, чтобы себя облегчить, кинуть вот этот груз с плеч? Или бы вы дальше тянулись отношения и посмотрели, куда оно выведет вообще? В чём, собственно, причина-то вот этих переживаний, девочки? Мне очень интересно. Что вы по этому поводу думаете? Спасибо за ваше внимание. Жду ваших комментариев. Девочка тоже ждёт ваших советов. Спасибо. Всем пока.